Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Таняева Людмила Сергеевна, 1936 года рождения. А где вы родились? 9 февраля я родилась в Териберко Мурманской области. Войну жила на даче. Поселок Вырица, у нас там дача. Жила с мамой, с бабушкой, с дедушкой и три дяди. Итак, началась война. Мы не понимали, что началась война. Все читали газеты, смотрели в небо. Нас наградили какими-то игрушками разноцветными. Мы их собирали, раскладывали. Потом приехал дядя, который закончил танковое училище. И только тогда мы осознали, что такое война. Мы тоже ведь не знали, но что война. А все были очень расстроены. Старшему дяде предложили уехать за Урал. Но дедушка сказал, война долго не продлится, никуда мы не поедем. Он был белобилетником. У нас было свое имение, и вывозили дрова. Вот он там копчик повредил, его не взяли. А все остальные ушли воевать. И дело в том, что мы остались, все жили вместе в доме. Ну, а отца у нас уже не было. Он у нас репрессированный, расстрелян. И вот вся наша семья пережила все катаклизмы нашего государства. Раскулачили, расстреляли. Война. Малолетние узники никуда не брали. Везде мама вообще лесоповалом занималась. Вот, в туфлик. Нечего ни обуть, ни одеть. И так же и мы. Но мама у нас шила. Мы ходили очень нарядные. И, а когда началась война, а когда началась война, это было страшно. Но у нас уже был бункер из кирпича, значит, завален этим землей. И нас туда помещалось очень много. И мы из этого бункера очень редко выходили. Когда пришли немцы, нас оттуда было не вытащить. Но все были голодные, как собачата. И тогда один немец взял буханку хлеба. И вот за этой буханкой, как есть фильм про крыс в океан выводили, так и нас повели с этой буханкой. Сказали всем расходиться по домам. Вот, кто где живет. Мы пошли, естественно. Пришли, а там уже какие-то вот такие металлические болванки лежат. То ли самолет бомбил вот эти все осколки. То ли еще что. Потом, значит, началось, что у нас мебель стали отбирать. Потому что немцы, они ведь должны были себя тоже обустроить. А как они шли по дороге, по Урицкому, это было загляденье. Все, земля тряслась. Так, было на них страшно смотреть. А наши, нам очень жалко их. Очень. Не обуты, не одеты. Даже оружия не было. Вот дядя мой зашел домой, он только женился перед войной. И чуриковцы у нас там в основном жили. Ну, в общем, вся там смесь всякая, раскулачена. Они сразу его выдали. Его в плен взяли. Ну вот. А что мы? Есть нечего. Моя сестра уже умирала. Мама шила ей уже предсмертное платье. Раньше ведь надо на руках было шить. Вот. И в это время к нам зашел немец. Вот. И мама немножко говорила по-немецки. И ответила, что тот умирает. Он ни слова не говоря. А почему спрашивает? А, ну, значит, эссен, там нечего есть. Ну, вот. Он принес пудинг, он принес галеты. И она у нас пошла на поправку. Вот. Там были, конечно, немецкие какие-то кухни. Все дети бегали, а мама нас не отпускала. Это было страшно. Там все случалось. Самое страшное. Вот. И я не знаю, как нас мама сохранила. Это было страшно. Вот. А вокруг дома немцы ж ныряли. Все было на замках. Надо было открывать. Вот мама проспала с нами вот так. На одной руке сестры, на другой. С едой было очень плохо. Есть было нечего. Ну, вот. Не думала, что плакать буду. Ой, не торопитесь. Вот. Ну. Всех гоняли на работу немцы. Гоняли. Просто выгоняли. А мы были беспризорницами. Мы ходили по поселку, в пустые дома. Все, что нам нужно было, мы все подбирали. Даже гранатами играли. Лимонки. Мы же не знали, что это гранаты. Вот. А их почему-то было кучами. Вот. Везде разбросано. Ну, и вот так. Одежду. Я вот взяла, да не нашла фотографии. Хотела вам показать. В каких одеждах мы ходили. В длинных платьях, в шляпах во взрослых. Потому что все подбирали, что можно было. Ну, вот. А в доме у нас поселился немец. Высокопоставленный. Нам отвели место за шкафом. Он через нас ходил. Матрас. Ну, и все, что нужно для... С мамой. Мама вот спала с нами. Ну, мы, значит, тоже не любили немцев. И у нас была подруга. Она старше нас на 5 лет. И мы решили его обокрасть. Вот. Забрались через окно. У него в тумбочке было много продуктов. Мы все взяли. Съели. Вот. И что вы думаете? И он приходит к маме и говорит. Тони. Тони. Мэтхен. Показывает. Мама говорит. Ну, это не они инициаторы. Инициаторы. Это взрослые девочки. Но я не знаю, кто. А так. Пук-пук. Это, значит, расстрел. Пук-пук. Ну, вот. Вот такие вот были. Потом, значит, что еще? Я могу долго говорить, что ли? Да. Чем больше, тем лучше. Тем лучше, да. Ну, вот. Мама работала в госпитале. А мы, как две собачонки, по цараем сидели, ждали, когда мама нам что-нибудь вынесет. А мама сидела на очистках, картошку чистила. Ну, за ранеными им не разрешали ухаживать. Ну, заставляли все делать. И ждали. Тогда немец пришел и говорит Тони, нельзя в ведро класть продукты. Про тебя подруга сказала, что ты, ну, выносишь. А мама, надо же чем-то заинтересовать с едой особенной. Иначе мы ведь тоже. Ну, вот. А потом пришла пора. И сысовцы были очень страшные. Очень. Это были не люди, а животные. Просто животные. Они рядом с нашим домом. Он и сейчас этот дом стоит. Вот. И старались. А потом, значит, они стали отступать. И взяли часть населения, они взяли, увозили в Германию. Но нас они, вот, нас с мамой, значит, везли в автобусах. Еще много семей. Значит, в автобусах это их рабочая сила. Вот. По пути исследования они должны были все делать. Вот. И мы ехали. Особенно было страшно, когда вот у озера ехали, и русские начали бомбить. Они же не знали, что там русские. Ну, вот. Везли-везли, доехали мы до... Сейчас скажу. Доехали мы до Таллина. Потом еще в какой-то город. Все возили. У нас очень мама заболела. Она умирала. Просто умирала. Ну, вылечили ее. Всех увезли в Германию. Вот. А нас в Германию больных не брали. Только здоровых. А мама у нас больная, и нас оставили в Эстонии. Ну, там, значит, было очень много смешного. Эстонцы нас тоже очень не любили. Дали какую-то нам коморку. Коморку... А в этой коморке была глиняная стена. Но мама думала, это щит. Куда можно дырку пробить. Там кто-то принес эту печурку. Пробили. А там жил одинокий мужчина. Не знаю кто, но весь дым к нему пошел. Тут что было, это было страшное. Ну, вот. По вечерам маму... Не по вечера. По вечерам мама приходила домой с работы. А мы были так. Ну, и мама песни пела, а мы плакали. Лежали на кровати. Вот так. Такое вот у нас было. Потом, все не буду рассказывать, наблюдали, как, где мы жили, вывели партизану, поймали. И его вели на расстрел. И он очень умолял всех этих немцев. Чтобы его накормили. Он очень голоден был. И когда задрали рубашку, а там мессиво просто. Все расцарапанное. И вот нас всех собрали, русских, и при нас его расстреляли. Там, значит, могила была. Потом кто-то могилу разорил. Видно, сапоги были его нужны. Вот. Все вот в таком духе. Ну, очень страшно. Не обуть, не надеть. Вот с таким узелком. Приехали. Ничего. И потом, значит, мама работала тогда на кухне, и было очень много пленных. Мы в основном с пленными проводили время. Вот мы с сестрой. Они нам делали какие-то игрушки. А мама с кухни давала гущу кофейную. И мы носили анигели. Вот. И однажды в этот дом, в театр нас поселили. В театре, перед тем, как приехать в Эстонию, нас поселили в Гачино, во дворец, во дворце. Ну и попала бомба. А работала партизанка, Люся такая. И она говорила, в вашу сторону комнату не попадет. Не попадет. Вы не беспокойтесь. И немцы, а корова стояла в туалете, и нам поставили для нужды ведро за печкой, вот в эту комнату разбавленную. И что вы думаете? Я там присутствую, вдруг входит немецкая комиссия, но я очень испугалась. Ну, разокашлялась, встала. Один немец взял меня за шкирку и выбросил в коридор, как собаку. И я три дня лежала без сознания. Мама ходила к коменданту жаловаться, даже не побоялась. Вот, ходила и жаловалась. Вот так вот. Потом вот приехали, мама поправилась. Опять же на работу всех гоняли. Было очень страшно. Очень страшно. Русских не любили. Потом, значит, немцев выгонят. А там же был колхоз раньше. Значит, всю скотину, вся скотина тоже там была. Ну, все разбирают этот скот. Ну, мы с сестрой тоже себе телочку взяли. А что, кормить ее надо, мы не знали. А немцы-то вернулись. Вот. Вернулись. И кто забрал такую скотину побольше, того расстреливали. А моя сестра Валя, она по заваленке, по заваленке открыла этот сарайчик. И эта телочка вышла качаясь, как пьяная. Вот. И вот такие. Ну, дружили с эстонцами, с ребятами. Нас как-то маму очень жалели, что вот двое детей, и такая молодая. И нам привозили эстонцы. И головками сыра мама шила хорошо брюки. Вот. Она днем работала на немцев, а потом, значит, вот, переносили. Ну, что еще рассказывать? Потом, значит, страшно было. А что рассказывать? Не знаю. А когда война кончилась, нас не отпускали. Маму не отпускали. И говорит, что у вас там плохо, голодно. И мама сказала, нет, девочкам надо учиться уже. Я пошла в 9 лет. Когда победили, мне было 9 лет. И что надо учиться. А приехали, в город не пускают. Дом без окошек, без дверей. И чужие люди живут. Но нас отправили эстонцы. Две телеги продуктов. Муки, крупы, картошки, всего. Везли нас в теплушках. Ну, вот. Приехали. А до поселка-то не идет поезд. Нас на лошадях. Где-то надо было все искать. Еле выселились с своего дома. Ну, и потом тоже началось очень страшное. После войны было очень страшно. Воровали все. Скот выводили. Обували на 4 ноги корову. И выводили. Вот. Ну, и... Освобождение ваше выходитесь. Освобождение, да, помню. Это был солнечный день в Эстонии. Мы играли в мяч с сестрой. И была очень хорошая погода. Прекрасная. Мы так все радовались, целовались все. Мама играла на гитаре. Две другие сестренки играли на баянах. И мы устроили такой вечер. И мы все стеснялись, но мы за машиной. За какой-то грузовой танцевали тоже. Вот. Очень хорошо. А потом еще у нас бабушка разыскала нас. И всю эту дорогу бежала пешком до Эстонии. Представляете? Босиком. А нам было стыдно к ней признаться. Мы побежали маме докладывать, что бабушка пришла. Но мы не можем к ней признаться. Она очень вся рваная. Ой. Ну вот. Ну, я не знаю, как сейчас в школах учатся дети. У нас была сельская школа. Ну, у нас хореографический, спортивный, шитья, хоровой. Мы такие были артистки. Ездили в город, по городам, по области. Все нам было дано. Все. И мы были очень способные. Вот. Я только вот извини, ой, председателем совета дружины, и кем только не была. И потом в Иридской школе тоже самое все было. А вот уже наблюдала за внучкой, за дочкой. Все уже не то. Все уже не то. Ничего сейчас. Ребята ничего не имеют. Скажите, во время войны ваши близкие, родственники, они какие-нибудь прогнозы сделали, о чем говорили, надеялись на победу? Какие-нибудь оценки происходящие давали? Да мы знали, что будет победа. Мы знали это. Надеялись. Что ж так. У нас все мужчины погибли. Но это была война. Кто оказался в плену, у него судьба, вот у дяди одного, очень плохая. Вот. Дан 25 лет посадили. Через 7 лет он только вышел. Но он вышел уже не человеком. Вот. А после войны, мы уже взрослые были с сестрой, копаем огород на даче, слышен такой разговор. Вот здесь предатель жил, надо дом сжечь. Ну, я очень тихо положила инструмент копальный, пошла. И говорю, кто здесь это сказал? Я. Кто тебе сказал? Не скажу. Я взяла его за ручку, лет 12, и пошла к родителям. Я говорю, идите убивайте. Он сидит у ограды, идите убивайте. Это была война. Это была война. У нас был герой. Вот дядя Саша у нас, он танкист, сгорел. Мы имеем его награды. Вот. Дядя Ваня, который вот белоберетник, он в партизанах погиб. Бабушка прятала его в подвале. Так все избитые ребра все были сломаны. Но он сбежал. Тоже в партизанах погиб. А дедушка умер. Дома еще, когда мы уезжали при немцах. Он вернулся. Они спасали старшего сына, дядю Ваню. Он белоберетник, и чтобы он к немцам не попал. Но попали в лапы к немцам. Он вернулся. Дедушка вернулся обратно домой. Но он нам привез киф. И мы все кифом завалили. И лежали в больнице. И там мама бредила. И вот она дома бредила, бегала. Это был август месяц. Вокруг стола дедушка мертвый лежит. А мы на кровати трясемся. Это страшно. И вроде придет в себя. Ничего. А потом в больнице требовала хлеб. Что она якобы привезла много хлеба. А дети ее голодают. Ну а потом на поправку пошли. И поехали. Привезли нас домой. А до... То есть активом ваша семья когда заболела? В августе. Блин, ну какой период? Это в августе. Это 42-й год был. А, еще до того, как вы... Да, 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 да. Но уже в немецком. В немецком. Но привезли. Мама на четвереньках ходила. Повела нас в лес. Через речку. Раньше в брод можно было перейти. На четвереньках есть бруснику. Ну вот, один мальчик, который нас очень любил, Вить, Витька и Лавы. Он нам носил хлеб. Вот такой кусочек принесет, разрежет. И сказал, закрывайте глаза, открывайте рот, по кусочку клаву. А еще дедушка был жив, он просил кусочек хлеба. Но он ему не дал. Не дал. Вот, голод был страшный. И страшно было. Вот. И пленные были. Они ходили спокойно. Вот еще до эвакуации. Ну, такой дядя Яша был. Очень хороший дядька. Такой дядька был смешной. И перед побегом принес маме два одеяла. Говорит, выменишь, что ребят прокормить. Но больше не вернулся. Видно, погиб. Вот. Так что, а как мы возвращались домой, как мы жили, налаживали свой быт, это было тоже очень сложно. Вот. А ваша деревня сильно пострадала? А это не деревня у нас. У нас вылится, две церкви, три. Это значит село. А это типа вылится. Не слышали? Конечно слышали. Слушали, да? У нас очень красиво. У нас речка Оридиш. И вообще дача чудесная там. А сейчас тем более, такие богатые все. Да, она дача была. Вот. Просто прекрасно. И очень красивая природа. Ну, вот сейчас отстроились. У нас было очень... При советской власти у нас очень было много пионерлагерей. У нас было... Были несчитанное количество детсадов. Вот мама после войны работала, и до войны работала в детском садике. А сейчас все разобрали, все раскурочили, ничего нет. Все эти земли заняли под застройку таких домов. Что? Понятно. Спасибо вам за рассказ. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели что-нибудь пожелать и посоветовать нашей сегодняшней молодежи? Чтобы молодежь трудилась, училась, в первую очередь училась, не ленилась. Независимо от того, какая у него семья. Он уже должен с молодого знать, что ему нужно. Вот. И это решит все проблемы. Вот сейчас, пожалуйста, видели по телевизору. Это вот брошенные, не брошенные, а просто детей не приучили ни трудиться, ни любить кого-то. Понимаете? Вот в этом все и есть. Надо, чтобы молодежь училась. Мы все раньше учились. Вот. Спасибо. Скажите, вы согласны с тем, что наше интервью будет выложено в всеобщий доступ на портале на живая история для ознакомления людей с прошлым? Да, пожалуйста. Спасибо.